С запасом прочности. В ходе очередного заседания окружной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций проверена готовность населенных пунктов региона к прохождению весеннего паводка. Главы восьми муниципалитетов, а также города Наринмара в режиме видеоконференц-связи отчитались о степени готовности к возможному форс-мажору. На связь с ситуационным центром вышли руководители Андикского, Великовисочного, Приморско-Куйского, Пустозерского, Телевисочного и Хасидахарского сельсоветов. Особое внимание источникам водоснабжения, пунктам временного размещения и готовности к приему граждан. Кроме этого, в распоряжении утвержден план эвакуации населения, муниципальное образование, Телевисочный совет неискотомного округа. Есть эвакуационная комиссия, определены пункты временного размещения. Телевиска – это социально-культурный центр «Престиж» с возможностью принятия до 150 человек. И деревня Макарова – это дом культуры деревни Макарова «Гармония» – 50 человек. Каким будет сценарий половодия в этом году, предсказать невозможно. Учитывая опыт прошлых лет, на случай форс-мажора в населенных пунктах созданы резервы продовольствия, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов. Прошу те слабые места, которые были выявлены в прошлом году, еще раз проанализировать. По каждому моменту поработать со своими находящимися на территории организациями и в течение праздников все эти вопросы закрыть. В режим повышенной готовности приведены все мобильные силы главного управления МЧС, дислоцированные на территории округа. «Группировка сил и средств функциональных окружной территориальной системы РСЧС «Нейск» автономного округа в соответствии с данным планом спланирована в составе 1293 человек, 67 плавсредств и 238 единиц техники. В том числе от МЧС России 136 человек, 15 плавсредств, 32 единицы техники». Село Великовисочное в списке населенных пунктов, особенно подверженных негативному воздействию паводковых вод в период половодия. В ходе прошлогоднего паводка муниципалитет принял самый сильный удар. Тем не менее, глава сельсовета оптимизма в эти дни не теряет. «Настрой боевой, как всегда. Сложно, конечно, капризы погоды предуссказать, что будет. Но готовимся к худшему, надеемся на лучшее». «Какие меры предпринимают?» «Необходимые по итогам прошлого года отсыпки всех объектов мы провели. Это дизельная электростанция, самый проблемный участок у нас был. В Тошвиске заменили резервный источник электропитания. Хорошо, высоко поставили, увеличили разрыв на полметра практически. Молодцы, Севержелкомсервис отработали в этом плане. Ну а так, надеемся, что все пройдет хорошо». Готов к моментальному реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию и авиаотряд. «Для мгновенного реагирования, для моментального вылета у нас находятся на дежурстве два экипажа. В случае необходимости можем мы предоставить отдельно дополнительно в паводковый период дополнительный экипаж, воздушное судно для выполнения каких-то работ необходимых». Среди недочетов прошлых лет – отсутствие в населенных пунктах в дни паводка участкового уполномоченного. В полицейском главке обещают исправить ситуацию. «В период по воде охраны в честном порядке будут осуществлять чрезвычковые полномоченные полиции на закрепленных участках в следующих населенных пунктах. Это Великовисочная, Лаборская, Красная, Оксина, Тельвиска. В случае достижения уровня воды в критических отметках в деревнях Тошвицка, Макарова и Андика в указы населенные пункты будут также направлены сотрудники полиции. Направление членного состава управления в деревне Куя, Нарыга и Осколка будет осуществляться исходя из складывающей оперативной обстановки и ведения чрезвычайной ситуации. Также у нас на сегодняшний момент паводка в пяти населенных пунктах Заполярного района будут отсутствовать участковые – это Харута, Уськара, Шойна, Несь и Нижняя Пёша, куда также предусмотрено в случае обострения обстановки направления сотрудников полиции». Для реагирования на чрезвычайную ситуацию в НАУ будет создан межведомственный оперативный штаб. От каждого ведомства один специалист. «Я считаю это правильным решением. Для оперативного решения вопросов, которые возникают на ежедневной основе, конечно, такой узкий состав очень удобен, чтобы нам всех не отвлекать по вопросам, которые не требуют участия всех членов нашей комиссии». Все проблемные моменты выслушаны и обсуждены. Муниципалитетам поручено скорректировать планы по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, приобрести недостающие резервы и проверить систему оповещения населения. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...